Так что у нас с вами последний тост. За обман. За воровство. За драки. За пьянство. Это четыре вещи, которые составляют урландского человека. Если обманываешь, обманывай смерть. Если воруешь, воруй сердечко. Если дерешься, дерись за своим братьям. Если вьешь, пей со мной. Спасибо. 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 Дамы и господа. Добрый вечер. Меня зовут Караванский Александр. Брэнд. 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 Аплодисменты. Аплодисменты. I don't know what he said. Don't you know what I said. But I guess it's true. He's not my son. I'm not his son. Okay. Yes. And I am the old guy from Ireland. My name is John Quinn. I'm in the Irish whiskey business a long time. Since 1974. About 1874. And so I worked in the Irish whiskey business at that time for all the Irish whiskey brands. Because we were all together in one house. So there was Tullamore, and Wishlands, and Jemson, and Paddy, and Powers. So I've worked with all of these brands. And therefore I know all these whiskeys very well. And I love all these whiskeys. John. For his work many years, he started his way with a lot of brands. Поэтому все те бренды, которые мы с вами прекрасно знаем, это, понятное дело, в первую очередь, Таунвардио, Джеймисон, Бошмилл, Спэдди и так далее и тому подобное. Джон знает про них всё. Он любит все эти виски, но, понятно... — Это ваш любимый виски Таунвардио? — Да, я не знаю. Да, Джон на самом деле никогда не признается, какой же виски на самом деле его любимый, почему мы ещё узнаем. — Окей, did I really say all that? Did it really take that long to say what I said? — Окей, fine. — Да, я хочу. — Я пойду по Джеймсу. — Мы сегодня с вами попробуем несколько виски, но, во-первых, Джону хотелось бы немножечко рассказать про Таунвардио вообще, в принципе, как про бренды. — Итак, Таунвардио — это место в Ирландии. Сандий был там два месяца назад, три месяца назад. — Нет, три месяца назад. — Таунвардио — это город в центре, в центре Ирландии. — Я там был буквально пару-трой недель назад, сейчас всё у меня тяжело. — То есть это действительно настоящее, реально местное. — Окей, actually, the word Tullamore is an English word that was moved from the Irish language into English by the English people who came to Ireland. — Вообще, слово Tullamore — это английское слово, которое было трансформировано в английский язык из Гэрика, то есть тот язык, на котором говорили коренной Ирландской население. — Because you know the English came to Ireland. — Ну вы знаете, да, что вообще принципы ирманцы вторглись на территорию, точнее англичане вторглись на территорию Ирландии. — Сержно? — Да. — Ирландия, молодцы. — Всё, киваем активно, киваем, киваем. — И чё там дело не закончилось? — Ирландия сейчас независимая страна. — Окей, I did a joke. — The English came to Ireland. — And they weren't invited, by the way. — Да, англичан, понятное дело, никто не звал на территорию Ирландии, на всякий случай. — And they stayed a bit too loud. — Они немножко подзадержались, дольше, чем следовало. — But they gave us one great thing. — Но единственная хорошая вещь, которую они реально подарили Ирландии — — the English language. — Это английский язык. — So, and Tullamore, — the Irish language name, — say this, Tullamore. — Повторите все за Джоном. — Tullamore. — Tullamore means the big hill. — So the town was built around that big hill. — Tullamore. — Big hill became, in English, Tullamore. — Because the English soldiers couldn't say Tullamore, — so they just said Tullamore. — And then the dew, D-E-W, — it means the wet grass on a summer morning. — Yeah? — And then the dew, D-E-W, — it means the wet grass on a summer morning. — Yeah? — Yeah? — If we look at the second line, — there is a piece of D-E-W, — that is dew, — the rose, — but it's not so simple. — But actually, in this case, — it's a claim of the word. — Okay? — In this case, — it's a game of words. — Because this guy's name was Daniel Edmund Williams. — Because this guy's name was Daniel Edmund Williams. — Because this guy's name was Daniel Edmund Williams. — So this guy's name was Daniel Edmund Williams. — That is the one that is called the two things. — First, the place in which he is produced, — Tullamore, — and the person who created this drink. — So some Irish whiskeys are called after the town — in Scotland, Glenfiddich, — in Ireland, Bushmans. — These are towns. — And some whiskeys are called after the man, — in Scotland, Johnny Walker, — in Ireland, John Jameson. — Okay? — But only one whiskeys is called after the town — and the man. — That's Tullamore. — Daniel Edmund Williams. — Tullamore, June. — We know many whiskeys, — which are called in a geographic area. — For example, Glenfiddich or Bushmills, — which are called in a place, — where they are produced. — Or on the other hand, — for example, John Jameson or Johnny Walker, — which are called in the person, — who created this drink. — And only one whiskeys is called in a place, — and the person. — Okay. — So, now you know what the label means. — Okay? — Never forget. — Full of war. — Say it. — Full of war. — And never forget these two words. — Big hill. — Big hill. — One hour, ten minutes. — One hour, ten minutes. — We'll break this big hill. — So, very close. — We go to Dublin. — Okay. — So, now you know everything about whiskeys. — One thing about this man. — Okay. — I promise you will drink soon. — I promise. — It's a great deal. 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 — So, he was interesting, because he started to work in the company when he was 14 years old. — It was 1862. — Okay. — Now, we don't have any 14-year-olds in our company. Please, we don't employ 14-year-olds. — Because 15-year-olds work much stronger. — And the spine doesn't hurt when they carry the balance. — It's a joke. — It's a joke. — It's a joke. — So, you know all about the whiskeys. — The other thing about the man was, he became the owner, and he eventually bought the business. — He became the general manager at 25 years old, and at 30 he bought the business. — And he started to revolutionize the business. — So, he's remembered for his whiskey, but very importantly, he brought the first motorized vehicle to Tullamore. — The second thing he did was he brought the first telephone to Tullamore. — And he brought electricity to Tullamore. — And he brought electricity to Tullamore. — In rural Ireland, in the interior of Ireland, to get electricity was a very big thing. — This is, we're talking 1900 here. — Okay? — So, he's a hero. — A real national hero. — Especially for his whiskey, but also for other things. — In the first of all, because of the whiskey, which he created. — Okay. — So, enough talk about that. — Now we know something about the background. — Let's talk about the whiskey. — Now you know something about the brand, and let's talk about the whiskey. — You know some whiskeys are double distilled, and some are triple distilled. — Okay? — So, if you're talking in Scotland, whiskeys are double distilled. — In Ireland, whiskeys are mostly triple distilled. — Okay? — This is a triple distilled whiskey. — So, we know that there are two whiskey, and three whiskey. — And I'm talking about the whiskey on your left-hand side. — You have two. What on the left is the one we're talking about. — It's the original. — So, we're going to taste it. So, what you're going to find is that this whiskey is kind of sweet. It's got some fruit, like vanilla sweet. — It's got some fruit notes, like an apple fruit note. — And it's got a little bit of spicy notes at the end. — Okay? — So, let's try a drink. — According to John, it's quite sweet. — It's a nice, delicate vanilla sweet. — Also, fruit notes. — Something similar to, for example, a grape or a apple. — And, of course, there's a little bit of fresh fruit. — And, of course, there's a little bit of fresh fruit. — Okay, let's sip it. — Let's do a little bit of a drink. — Okay, let's sip it. — Okay. — It's not smoky. — It's not heavy. — It's very friendly. — It's not smoky. — It's very friendly. — It's not smoky. — It's not smoky. — It's not smoky. — That vanilla sweetness is from one of the whiskey styles, which is called rain whiskey. — That kind of apple fruit, that fruity note that you get, is from the signal malt in the blend. — And the third kind of whiskey in this blend, because it's a triple blend, is called potstool whiskey, and it's matured in a combination of old bourbon casks and old sherry casks. — Okay. — Any questions? — Do you have any questions? — The part of the wheat and the part of the water. — It's a secret. — No one tells me. — But usually, it's 50% grain, and the balance is between water and potstool. — So, sometimes it's 60% grain, sometimes it's 70% grain, but it's usually somewhere between 50% and 60% grain, and the balance is a combination of malt and potstool. — That's for all Irish persons. — Can I ask a question? — Do you use only aichmine? — Or when they take a seed, they can take another seed? — For what kind of whiskey? — Well, I understand, it's a blend, when they're connected. — Yes, yes. — But we have a different one, different one, different one. — Okay. — So, that's for the raw materials, for example grain, we use wheat, right? — Yeah, wheat or corn, depending on the way. — Traditionally, we're using corn, nowadays we're using wheat. — Yeah. — Yeah. — So, for the raw materials, for example, grain, we use wheat, right? — It's a little bit complex, because there are three different styles of whiskey. — We have three different cast styles, and all the whiskeys are triple-distilled. — So, we call it the power of three. — So, there's no other Irish whiskey made that way, and because of that there's no other whiskey in the world that's made that way, because that's our particular recipe. — Okay. — Toast? — Toast? — Toast? — Okay. — That's what? — Sorry, sorry, I made it. — Push. — Sorry. — I'm sorry. — Push. — You're using. — What are the questions? — Svang Jawa. 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 — And what are the Ts�s? — Svang Jawa. — Well, you have seen the number of does. — Well, we've already got the head. — Yes, we got our body. — That's what the Tsipha has. — That's what the Tsipha has. — So, what the Tsipha had on the cycle. — So, if you want to believe we've got the looks of the Tsipha is four degrees. — We're only talking about the Herbal rocky peak. — Wait a minute. — It comes off... — It comes off about 81%. — Yeah. — From the column. — Yeah. — 81 from the Tsipha. — And what is on the column? — Sorry. — On the columnist from the column. — Sorry. 94. 94. Да, извините. Уплот, это будет 84. Да, 84. А вот в интернете есть схема, Джеймерсон часто показывает. Тройная перегонка аналогична или чем-то отличается? Процесс везде один и тот же. Например, плюс-минус, скажем так. Три куба, не перегонка. Как вопрос о Джеймерсон? Есть ли какие-то какие-то стилляции? Какой способ? Какой способ? Какой способ? Мы стилем через три разных стилля, как Джеймерсон, или ПАДИ, или ПАРАЗ, мы используем три разных стилля в каждом случае. У всех примерно то же самое. Средняя температура по больнице. Зерновой. Зерновой. Достаточно распространяется. Уже взяли бочек. 64. 64. 64. Все три виски в паскет 64. Серьезно? Да. 64, 65. Мы держим так близко к 64, 65. Серьезно. А с чем связано, что шотландские виски для традиционной войны, при уголке? Ирландские праймари. Ирландские праймари. Скотландские люди дважды стилля, потому что слишком дорого, они не стилля. Ирландские праймари. Ну да, есть такая версия, что шотландцы дважды перегоняют свой виски, а не трижды, как ирландцы, потому что им жалко денег на то, чтобы перегонять в третий раз. Ирландские праймари. Это главное. Ирландские праймари. А какой виски лучше? Шотландский? Здравствуйте. Что вы думаете? Никакой виски лучше? Можете сказать, что один виски лучше, чем другой. Можете. Можете сказать. Можете сказать. Нет, я не говорю. Но это виски. Ну, я выбираю ирландских виски. Я выбираю ирландские виски. Но он лучше? Нет, нет. Не всегда. Нужно ирландских виски. Но я... Ты любишь скотч-миски? Я любил скотч-миски. Какого? Я пытаюсь узнать. Я любил Ленфиди. Я любил Ленморанжи. Я любил Пламенни. Я любил Лендрон. Я любил спейсай-миски. Не спейсай-миски. Не спейсай-миски. Господи, так много вопросов. Это как экзамен. Это как экзамен. Я думал, что они умерли. Но они еще живы? Нет. Он выглядит как экзамен. Так, у нас есть еще один виски. Мы готовы к вкусу? Мы готовы к вкусу? Это на вашем ряде. Это тот, который у вас по правую руку располагается. То есть тот бокал, который вы еще не успели. Давайте попробуем. Хорошо. Чтобы объяснить вам. Когда мы говорим о том, что мы делали, что мы достали лиски. Мы их поставили в касты. Мы их мастерили за 5-6 лет. После 5-6 лет мы их взяли, мы их взяли, и мы их поставили в касты. Все понимаете? Если вкратце объяснить процесс производства Талмардио оригинал. Перегнали виски, разливаем по разным типам бочек. Затем, спустя 5-6 лет, женим содержимое этих бочек. И у нас получается Талмардио оригинал. Хорошо. Таким образом мы делаем Талмардио оригинал. Для этого виски, который называется Талмардио XO Caribbean cask, мы делаем точно так же самое. Мы делаем виски, мы их мастерим, мы их взяли вместе, и после того, мы их взяли в бутылку, мы их взяли в другую касту. Однако с Талмардио XO, которое мы сейчас с вами попробуем, ситуация встает несколько иначе. Мы так же производим виски, выдерживаем его, женим, но затем, перед тем, как залить бутылки, мы выдерживаем его в другом типе бочек. То есть, наш бленд, наш купаж, мы заливаем бочкой, в которых до этого был ром. Это гаянский ром на территории Карибского гасе-бассейна. Производством называется Демирара, и ром, как и странно, тоже называется Демирара. Ром из касты и виски взбил в касты и виски взбивает эти ромные ноты. То есть, мы берем бочки, в которых до этого был ром, заливаем туда виски, и виски насыщаются тонкими ароматами рома. И это называется ром-каск-финиш. Многие виски, которые вы испытываете здесь, будут разные ром-каск-финиши. Это называется ром-каск-финиш. Это называется ром-каск-финиш. Да, этот у нас Талмардио XO, ром-каск-финиш. Талмардио, с довыдержкой в бочках из-под рома. Однако, да, вот, вы можете это пройтись по стендам, но обнаружить много раз до выдержек. Но здесь, конкретно, вы прекрасно понимаете, что это бочка из-под рома. 14 месяцев. Это, например, между 3 и 4 месяцев. Примерно 3-4 месяца длится период довыдержки. Здесь тоже седнево стендам? Да. Это тоже Талмардио XO. Это коры и бочки. Exactly the same plan, except when we blend the receipt, we're ready for the new bucket, and we take some of it on the bucket. А, ну, в общем, да, это полный тот же самый купаж, и после того, как мы не садим, заполнили бочкой из-под рома, когда выдержали 3-4 месяца, и после этого уже. So why do we call it XO? Because the rum has been aged in wood for 2 years. Once you age Caribbean rum for 2 years in wood, you can call it XO rum. Опять же, почему Талмардио конкретная версия называется XO? Потому что ром, который был ромом в бочках, он выдерживается там примерно 2 года, и поэтому корейский ром имеет право с ним так называться XO. Да, мы не живем у нас очень. Да, да. Потом с этой бочкой что? Еще раз, и еще раз. So, generally, we don't choose them again, because they've had rum in them, and now they're having whisky. So, generally, we won't choose them again. Мы больше не используем. Я думаю. Один раз, 4 месяца, все. Yeah, for 3 months. Yeah, but the rum has been in them for 2 years, so now we're going to be putting whisky in. Okay. Okay. Какая температура будет? Температура, какая портфель будет держаться? Скотская, обычная. Ну, то есть при мокре. Какая температура будет? 15 градусов. 15 градусов. 15 градусов. 15 градусов, да. 15 градусов. Надо понимать, что в Ирландии у нас более температурная температура, поэтому мы не будем очень холодными, мы не будем очень холодными. 15 градусов, это более-менее, как говорится в целом. В Ирландии климат достаточно умеренный, поэтому общегодовые колебания температуры, они не достигают каких-то максимальных и минимальных пределов, и поэтому средняя температура на складе, она примерно пределом 13 градусов. Это оптимальная температура для Ирландии. Я думаю, ты был там три месяца назад. 18 градусов, 15 градусов. Влажность и доля Ангела? Да. Таким образом, холодильность не высокая. Мы не имеем высокую холодильность. Мы хотим поделиться около 2% в году, 3% в первом году, и 2% каждый год после этого. В первый год доля Ангела примерно 3%, в следующие года уже 2%, и если говорить про влажность, она не сильно высокая, на взгляд. So it's not high angel share. By the way, we don't like the angels. Да, Ангелов особо, понятное дело, не любят. Слишком много виски сдирают. Скажите, правдивую, это было в отношении, что робота более нестабильны по составу и качеству. Насколько сказано из этого? Да. Мы достаточно серьезно относимся к подбору почвь для добыточки, поэтому у нас, скажем так, как процент забракованных почвь, он минимальный. То есть только самые лучшие проходят отбор, и в них уже доводерживаются. Но действительно Ром, дискарпиня, по... А я не эксперт в Рома, но... Это... Я не эксперт в Рома, как наши ребята это дает, нет проблем. Но если они были здесь, наши ребята могли бы сказать, что нужно взять от болезни, но я не эксперт в этом. То есть, Джон не является экспертом в области Рома, потому что он все-таки риски занимается. Но он при этом считает, что ребята довольно какую-то часть отсекают, все-таки, бочек, которые не подходят. А это релиз постоянно? Да. Постоянно? Да, да. Мы имеем еще один тост. 10 минут. 10 минут. Мы имеем тост, и потом мы имеем еще больше виски. Тост, вы должны повторять после меня. Надо сейчас повторять за Джоном, Джон произнесен тост. Главное, говорить его громко. Шлакт. Шлакт. Эр шлакт. Вор шлакт. Шлакт. Эр шлакт. Вор шлакт. Это аргейринг. Что же эта фраза означает в переводе? Пусть у детей, твоих детей, будет еще больше детей. Потому что в Ирландии есть такое поверье, что чем больше детей в семье, тем богаче будет семья. Это полная фигня. Это полная фигня. Потому что у Джона четверо детей, и он не особо богатый. Хорошо. Хорошо. Таким образом, мы будем пить этот виски. Если кто-то не жду в России. Что? Что он сказал? Я не знаю. Аш-ш-ш-ш-ш-ш. Аш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Хорошо. Таким образом, этот виски, потому что рун будет больше банана и тофе ноток, чем в оригинале. Это еще в оригинале виски, но только для финансового виски. Посмотрите банана и тофе. И... Добавляйте. Добавляйте. Опять же, благодаря довыдержке в бочках исподрома, то есть здесь больше таких, может быть, будет банановых ноток, ноток карамели, тофе. То есть больше таких ароматов следует искать. Это по-прежнему основа повторился кубаш Talmardy Original, который проходит довыдержку в бочках исподрома, а почему получает такие ноты. Окей. Что без масла? Что без масла? Что без масла? Погай. Пульс на пульс на пульс на пульс на пульс, да? Да. Окей. А какие там подлости? У нас есть для Вас еще один миски, который мы хотим, чтобы Вы попробовали. Это 18-е миски? Да. Вообще. Профессор прощай. На сначала аж мы приспящим. Том-тром-тром-тром-тром-тром. Парк-арк-арк-арк-арк-рик-пот. В 18-ея. Том-тром-тром-тром-тром-тром-тром-тром-тром-тром-тром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok